Всем привет! И сегодня мы приготовим лепешки. За место воды мы будем использовать натуральный гранатовый сок. Для начала нужно выжать сок из граната. Как это делается, подсказка есть в углу экрана. Выдавливаем. 250 мл свежевыжатого сока выливаем в емкость. Добавляем 2 столовые ложки подсолнечного масла. Также добавляем столовую ложку дрожжей или 11 грамм, столовую ложку сахара и чайную ложечку соли. Перемешиваем. Добавляем 400-450 граммов муки и замешиваем тесто. Добавлять весь объем муки сразу же не надо. Муку добавляем постепенно. Вымесив тесто в емкости, посыпаем рабочую поверхность мукой и приступаем к домешиванию теста на столе. Сильно густое тесто нам не нужно. Вот такое тесто у нас получилось. Берем немного подсолнечного масла, смазываем им тесто и дыной емкости, в которую мы уберем тесто. Тесто немного липнет, но оно такое и должно быть. Смазав тесто и емкость маслом, убираем тесто на 1 час. Как можно видеть, тесто немного поднялось. Достаем его. Смазываем стол подсолнечным маслом. Размяв тесто, делим его на 3 части. Берем одну часть и разминаем ее по размеру сковороды. Размяли. Сковорода с маслом у нас уже разогрелась. Кладем лепешку на сковородку и приступаем к разминке второй лепешки. Переворачиваем на другую сторону. Интересный факт. Обжаренная сторона этой лепешки чем-то напоминает огромный кусок стейка. Не правда ли? Снимаем. Жарим другую. Снова переворачиваем. Снимаем. И жарим третью. Снимаем. Даем остыть и пробуем. Вот такие лепешки у нас получились. У таких лепешек наблюдается гранатовый вкус, а также интересный и оригинальный цвет и вид. Если вам понравилось это видео и данный рецепт был для вас полезен, то не забудьте поставить лайк, подписаться и активировать колокольчик. Также можете написать свой рецепт интересного блюда в комментариях. Всем приятного аппетита и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok